Московская дрессировщица с четырьмя медвежатами застряла в селе под Новосибирском. Из-за пандемии она осталась без средств, а чтобы вернуться домой, нужна крупная сумма. Зарабатывать привычным способом возможности. Нет, зверей нужно кормить, да и жить в конюшне уже холодно. Рассказывает Александр Шпак. Московская дрессировщица Майя Кирсанова всю страну объехала с цирковыми медвежатами. Сегодня даже спит с животными под одной крышей в маленьком цирковом вагончике. Ну, угол у меня вот. Вот по сих пор, соответственно. Вот, вот, вот столько. В марте труппа гастролировала на Дальнем Востоке. После Майя планировала отдохнуть в селе Марусино Новосибирской области у друзей. Перевезла вагончик, разбила стоянку. После отпуска думала продолжить гастроли по Сибири. Но началась пандемия. Цирки по всей стране закрыли, и отдых обернулся катастрофой. Труппа осталась без гроша. Покупать еду животным не на что. Ведведи еще маленькие, но уже кушают как взрослые. Вот, например, Арчи всего лишь два года. Но вот такой вот таз с фруктами и овощами для него на один зубок перекусить. Приятного аппетита, Арчи! На помощь к Майе пришли любители животных. Несут кто что может. Огородники отдают тыквы, рестораны, мучное. От голода избавили, от холода не могут. Важно, чтобы животные не замерзли. Друзья, которым принадлежит конюшня, закрыли предприятие и уехали. Конюшни разрушенные, света на конюшне нету. Холодно. Лошади своим теплом не греют. С каждым днем падает температура. Бросить животных и уехать домой в Москву Майя не может. Считает их членами семьи. В моей руке сосиска. А это просто рука. Тут можно пососать, тут можно покушать. Он выбирает пососать. Чтобы перевезти питомцев в Москву, необходимо 200 тысяч рублей. Таких денег у дрессировщицы нет. Надеются, что неравнодушные люди помогут оплатить дорогу либо разместить животных в теплом вольере, чтобы те перезимовали в Сибири. Боевой дух артисты не теряют. И пока не замерзли, репетируют новые номера. Александр Шпак, Алексей Баженов. Новости ОТС. Алексей Баженов. Новости ОТС. Продолжение следует...